Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня» в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Извечный вопрос транспортной доступности. Глава Якутии Айсен Николаев представил мастер-план Якутска президенту России. И расскажем, какие темы больше всего заинтересовали главу государства. Стройка, которая затягивается. Все работы по возведению жатайской судоверфи планируют завершить к середине 2025 года. Пятиминутный бой, принесший славу, наша съемочная группа встретилась с экипажем легендарного танка «Алеша». Главный по тарелочкам. С началом учебного года особенно актуальным стал вопрос школьного питания. Расскажем, какие правила действуют в этом году и кому положено бесплатное питание. Все благодаря меценатам и благотворителям. В Нерюнгре продолжается строительство храма в честь святителя Николая Чудотворца. Глава Якутии Айсен Николаев представил мастер-план Якутска президенту России на совещании по развитию дальневосточных городов. Одним из самых важных вопросов стало строительство Ленского моста. Владимир Путин обратил внимание на то, что при подготовке мастер-плана ключевое внимание должно быть уделено созданию современной инфраструктуры. Какие еще темы затронули, расскажем в следующем материале. Строительство мостового перехода через реку Лену сегодня, безусловно, является важнейшим проектом для развития транспортно-логистической отрасли Якутии, всего северо-востока России и в частности Якутска. Протяженность моста составит 14,7 километров. В перспективе он обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения региона. На совещании с президентом России глава региона оценил стоимость его строительства в 130 миллиардов рублей. С учетом высокой степени готовности проекта Ленского моста, Айсен Николаев попросил главу государства поручить правительству России определить источники финансирования из федерального бюджета на строительство Ленского моста в объеме не менее 65 миллиардов рублей или не менее 50% от объема инвестиций, начиная с этого года. Нужно включить в план социально-экономического развития якутской агломерации меры по завершению строительства моста через реку Лену. Об этом мы много говорим в последнее время. Установить срок окончания работы. Бесконечно тянуть нельзя. Мы знаем, что такое долгострой, знаем, как меняются ценовые параметры при этом долгострой. Кроме того, необходимо привести в нормативное состояние дорожное покрытие федеральной трассы Колыма. То, что нам сегодня показывали, те картинки, да и то, что водители говорят на дорогах, это так невозможно продолжать здесь экономическую деятельность. Необходимо ускорить строительство моста через реку Алдан в Якутии, о том, о чём сейчас было только что сказано. Определить конкретные сроки. Хотелось бы повторить, эти объекты инфраструктуры, безусловно, усилят транспортно-логистические возможности Магаданской области и Якутии. Закончить строительство нового учебного корпуса высшей школы музыки до 2026 года. Такое поручение дал Владимир Путин во время совещания. Напомним, что новое здание на 240 учащихся с интернатом на 150 мест будет расположено через дорогу от нынешнего здания. Отмечается, что на сегодняшний день выполнены проектно-изыскательные работы, также получено положительное заключение государственной экспертизы. Прошу правительства взять под контроль завершение строительства комплекса зданий высшей школы музыки в Якутии, чтобы талантливые ребята могли учиться в современных комфортных условиях. Предлагаю установить срок ввода в эксплуатацию до 2026 года. Действительно помню свое посещение этой высшей школы. Производит невероятное впечатление, когда смотришь, как это все происходит в тех сложных климатических условиях, в которых эта школа функционирует. Руководитель страны отметил, что все принятые в ходе совещания решения должны оказать положительное влияние на экономику и социальную сферу, а также дать дополнительный импульс для дальнейшего развития региона. Между тем, Жатайскую судоверфь в Якутии планируют завершить к середине 2025 года. Напомню, реализация проекта осуществляется в рамках федеральной государственной программы. Объект строится на территории опережающего социально-экономического развития Якутия при поддержке Минпромторга России и Минвосток развития страны. Подробности в следующем материале. По Жатайской судоверфи я прошу коллег из правительства совместно с руководством Якутии принять меры по завершению первого этапа ее модернизации. При необходимости рассмотреть возможность передачи федерального пакета акций этого предприятия в собственность региона. Первый этап строительства с Жатайской судоверфи превысила более 70%. В настоящее время на объекте работают 150 человек и привлечены 22 единицы техники. Сейчас практически завершены все строительные работы по главному корпусу. Осталось закрыть тепловой контур всего здания. Строительство Жатайской судоверфи во главу угла. На совещании по развитию дальневосточных городов президент страны Владимир Владимирович отметил одним из приоритетных поручений для развития строительства Жатайской судоверфи. Эта верфь предназначена для производства судов, которые будут использоваться на арктических реках региона. От судоверфи будет зависеть дальнейшее развитие судоходства на востоке всей арктической зоны Российской Федерации. По плану ежегодно будут выпускаться 10 судов в год для перевозок в рамках северного завоза. Это обработка 10 тысяч тонн в год. Задумывалось вообще-то за Тайской судоверфи этот узел пока в два этапа. Первый этап весит где-то 5,7 миллиардов рублей. Второй этап это расширение. Это у нас покрасочный цех, это у нас достроечная набережная с мастерской. Ну и так далее и тому подобное. Второй этап у нас где-то порядка на сегодняшний день 9,5 миллиардов. На сегодняшний день изношенность флота это порядка, наверное, 95-100%. Река Лена сейчас приобретает высокую значимость в связи с развитием северноморского пути. Соответственно, будет значительное увеличение грузоперевозок. В Якутии сейчас требуется полное обновление флота, так как средний возраст судов составляет более 40 лет. Старые суда будут списываться и заменяться на современные высокотехнологичные суды с профессиональным оборудованием и большой долей компьютеризации, которые будут производить в жатайской верфи. Для региона наша верфь даст примерно 700 новых рабочих мест. Нам требуются и компьютерщики, и металлообработчики, и сварщики. Необходимо сказать, что в целом, как для Якутии, так и конкретно для Жатая, это создание нашего производства даст значительный рост новых детских садов, новых поликлиник, нового жилья. Все это будет присутствовать. Для строительства судоверфи будет привлечен высококвалифицированный персонал, а также высокий уровень автоматизации производства, станки с числовым управлением и цифровая система учета. Добавлю, что в Жатая на данный момент строится 200-квартирный дом специально для сотрудников судоверфи. В планах корабелов строительство новых судов. В 2025 году планируют заложить первое судно жатайской судоверфи. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Выставку улицы Дальнего Востока откроют в рамках ВЭФ 10 сентября. В рамках мероприятия все 11 регионов Дальнего Востока, Министерство и Госкорпорации представят свои ключевые проекты. На данный момент завершают работы по подготовке павильонов. Экспозиции регионов будут посвящены достижениям, перспективам инвестиционной деятельности, оценкам экономического потенциала и особенностям культуры, а также обычаев и кухни. В этом году в первый класс в районах республики поступили 269 детей-участников спецоперации. Из них 90 детей устроены в муниципальные общеобразовательные школы Якутска. 1026 школьников с 5 по 11 классы обеспечат бесплатным питанием, а в техникумах, колледжах и вузах принято 130 решений по заключению договоров о целевом обучении с членами семей участников СВО. Также установлено 338 повышенных стипендий в высших и средних профессиональных учебных заведениях в период военной службы родителей. По итогам приемной кампании этого года 72 студента у нас стали студентами учреждений высшего образования. Их у нас в республике 6, а значит 91 человек студентами по льготной категории учреждений среднего профессионального образования. Меры поддержки принимаются. Мы сегодня принимаем заявления от родителей, от самих участников. Весь мир потрясли кадры с места боя в Запорожской области, случившиеся 6 ноября, когда танк Алеши противостоял вражеской колонии. Ожесточенный бой, длившийся 5 минут, вызвал широкий резонанс. Среди экипажа были два якутианина – Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Наша съемочная группа отправилась в Усть-Алдан на родину Алексея Неустроева, производившего те судьбоносные выстрелы. Алексей Неустроев вспоминает тот день, как и любой другой в зоне СВО. Это наша работа, скромно отвечает герой России. Уже после, когда они с экипажем посмотрели на происходившее с высоты птичьего полета, говорят, что будучи в танке, происходящее воспринимается иначе. Со стороны вообще по-другому оказывается. Там внутри танка вообще, можно сказать, видимость нулевая, можно сказать, почти. Через раз видно. Мы отъезжали, потом обратно. Да, и во второй раз тоже ринулись, вот как-то так. Ну, говорят же там, иногда комментируют там все это. Видео выкладывают там, все восемь танков там СБИ нет, нет. Два танка максимум. И то нам артиллерия помогала. И наша пехота тоже работала там. Это совместная работа, можно сказать. Алексей Неустроев, старший сын многодетной семьи. С детства, как и любой сиричанин, умеет трудиться в сложных условиях. Мать Алексея воспитательница в интернате, а отец работал трактористом и сейчас находится на пенсии. Все братья, кроме младшего, служили в армии. Алексей, как самый старший, всегда был для младших примером, защитником и учителем. Мы посетили отчий дом Алексея и встретились с родными. Там, здесь у нас был турник. Вот здесь, сейчас его нет. И вот я сделал старший брат. Сначала качели сделал, а потом, когда чутка подросли, и там соревновались, кто побольше подтягивается. Он сам сделал? Да, сам сделал. Сначала качели, а потом турник сделали. И вот там соревновались втроем. Вот младший еще был маленький, так как вот еще с моим младшим братом тренировались. И вот соревновались в основном. И вот тут еще чинили велосипеды. Один был велосипед, большой, Урал такой. Вот, с тонким, но с большой рамой, там ноги не дотягивали. И поэтому внутри засовывали ноги и так. Сам Алексей тщательно скрывает от родных о своих сложных буднях в зоне СВО. Общаясь по телефону с матерью, говорит, что просто работает. Ну, ничего ей не рассказывал про то, что сражался, а говорил, что был в Тулу. Он немногословный, но такой терпеливый. Когда он был ребенком, однажды пошли вырывать зуб. Я там так удивилась. Когда он учился в начальных классах, попросили местного стоматолога вырвать зуб. Долго пытались вытащить. И лежа тянули, и сидя. Я смотрю, сынок весь красный от боли, но так и не заплакал, терпел. Я так поразилась его терпению. При том, что тихий и скромный в детстве. Мальчик много чем занимался. Сначала перетягиванием палки, потом борьбой. Как старший брат, всегда младшим помогает. Дает советы, интересуется. Поэтому дети его уважают. Алексей Неустроев является опорой для своей семьи. Хозяйство, родители, младшие братья и сестра на его плечах. Но сейчас героем России особенно гордятся земляки и односельчане. Он стал девятым жителем Усалданского улуса, кому присвоено геройское звание. А в родном селе Танда уже четвертым. Познакомиться ближе с героем России Алексеем Неустроевым и его семьей вы сможете, посмотрев репортаж, который выйдет 7 сентября в 12-15 часов на телеканале Якутия 24. Марферина Алексеева, Александр Слепцов, Усалдан. Общественная палата республики и региональное отделение политических партий в целях обеспечения наблюдения за проведением голосования при проведении выборов подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. На всех участках за частотой выборов будут следить 2000 общественных наблюдателей. Напомним, уже через пару дней распахнут свои двери в 800 участковых избирательных комиссий в 434 муниципальных образованиях республики. Мы хотим подписать соглашение о сотрудничестве с региональными отделениями политических партий в области работы с наблюдателями, поскольку наша общественная палата выполняет роль работы рабочего органа, института по работе с общественными наблюдателями для того, чтобы выборы, которые состоятся в единый день голосования 8, 9, 10 сентября 2023 года состоялись открытыми, честными, законными и легитимными. С началом учебного года особенно актуальным стал вопрос школьного питания. О том, какие правила действуют в этом году и кому положено бесплатное питание, смотрите далее. С 1 сентября 2023 года во всех государственных и муниципальных образовательных школах бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены ученики всех младших классов. То есть не менее одного раза в день дети должны получить горячее второе блюдо и напиток. При этом никаких справок и документов о материальном состоянии семьи для этого родителям предоставлять не нужно. Первые и четвертые классы питаются на 105,3 рубля. Компенсация питания для льготной категории 5-11 классов в размере 80 рублей, а также для детей-участников СФО в размере 105,3 рублей. Как это выглядит на практике, мы решили узнать в школе номер 5. Несмотря на то, что в учреждении сегодня отключили воду, руководство решило не оставлять детей без еды и вышло из ситуации с использованием пластиковой посуды. Ну а само меню в целом по стандарту. Утром каша, в обед второе. И гречка, и рис, и макароны, любимые детям. Кушают, они любят макароны. И мясо даём, и курицу даём, и каши обязательно. Меню сбалансированное. Каждый день включаем в меню обязательно либо овощи, либо фрукты. И меню тоже уменьшили количество и сахара, и соли. Прививаем привычку детям правильного питания, здорового питания. При этом ежедневно всё меню проходит брокераж. То есть комиссия, состоящая из представителей школы, столовой и родкомитета, лично проверяют еду не только на глаз, но и на вкус. И только после этого вся еда попадает на стол школьников. Я вхожу в состав брокеражной комиссии, как родители. И мы с родителями приходим, и в столовой пробуем еду. То, что только что приготовлено для того, чтобы допустить потом, чтобы дети могли потом это всё есть. Проверяем, вкусно ли, подходит ли по меню. Ну а дальше старания команды работников пищеблока оценивают самые главные судьи – ученики. Кормят очень вкусно, повара стараются, они молодцы. Я больше люблю всего гречку с котлетой и кашу. Я больше люблю старовое – это каша и вареники. Сегодня в школьном меню вареники с картошкой, сливы, чай горячий и хлеб. Мы, конечно, решили попробовать сами. И вердикт нашей съёмочной группы – просто вкусно, как дома. Мария Кардашевская, Иван Саракумов, Джулстан Акентев, Якутск. Состоялся 75-летний юбилей одной из выдающихся женщин Якутии. Кандидат физико-математических наук, профессор, заведующая кафедрой алгебры и геометрии, институтом математики и информатики СВФУ, вице-спикер третьего созыва Илтумена, Екатерина Никитина – человек, который сыграл очень большую роль в становлении и развитии нашей республики. Принятие закона о статусе столицы, социально-экономический проект по развитию сёл на 2007-2011 годы, а также работа по созданию гимна республики и ко многому другому она приложила свою руку. По сей день Екатерина Никитина продолжает преподавать в университете, делясь знаниями и опытом с молодым поколением. Её коллеги с гордостью именуют её достойным примером для подражания. Хорошее событие, юбилейный день рождения нашей Екатерины Семёновны Никитиной, преподавателя университета, учёного, первого кандидата физико-математических наук среди женщин, ну и, конечно, того человека, который многие из нас могут назвать наш наставник, наш преподаватель. И тот человек, одна из тех, опять-таки, первых женщин, которая организовала Лигу учёных женщин, ну и за которую мы всегда тянулись. В Нерюнгре продолжается строительство храма в честь святителя Николая Чудотворца. Из-за финансовых трудностей строительство откладывалось более 10 лет, и сейчас, благодаря меценатам и благотворителям, стройка идёт полным ходом. Подробности в нашем материале. Решение о строительстве Никольского храма было принято в далёком 2008-м, однако приступили к реализации проекта только в прошлом году. Начало строительства торжественно благословил архиепископ Якутский Ленский Роман. Этот храм будет небольшой, но будет очень уютный. Он будет расписан, и, наверное, уникальность этого храма – то, что непосредственно из храма верующие прихожане, сотрудники храма смогут попасть в трапезную и в административное здание. Также будет колокольня, клирос, где будет петь хор. И этот храм будет не только местом молитвы, местом, где будет совершаться богослужение. Этот храм ещё станет достойным украшением нашего города. Никольский храм возводится на самой высокой точке города – на пересечении проспектов Ленина и Мира. По словам представителей подрядчика, строительство такого по-своему уникального объекта не доставляет никаких трудностей. Планируем в этом году закончить тепловой контур. Это залить главный свод, выставить кресты. Возможно, даже поставим колокола, систему электронный звонарь. Подведём сети. А также начнём работы внутри храма. В связи с тем, что это уже зима. Снаружи будут производиться у нас работы по окрытию кровли. И, возможно, сделаем максимальные тепляки для того, чтобы выполнять наружную работу, а именно покладки облицовочного кирпича. Учитывая, что все работы идут строго по графику, новый храмовый комплекс распахнёт свои двери для всех желающих уже к декабрю следующего года. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а в парке культуры и отдыха города Якутска сегодня состоялся фестиваль «Дружба народов». Всего побороться за звание лучшего знатока вышли 8 участников. Как частные предприниматели, так и организации. Мероприятие посетило много жителей и гостей города. На праздники побывала и наша съёмочная группа. В Якутске на сегодняшний день проходит фестиваль плова. На базе отдыха собрались лучшие знатоки по его приготовлению и дегустации. Секрет плова не в его национальном колорите и составе продуктов, а в методе приготовления. Вкус блюда, по словам кулинаров, зависит от сочетания всего лишь двух ингредиентов – мяса и риса. Мясо говядины, лук, белый, желтый, красный морковка. И там изюм есть, горох. Всего за звание лучшего состязались 8 участников. Это представители разных организаций питания и, конечно же, представители национальных диаспор. Что, собственно, важно, ведь фестиваль носит название «Дружба народов». Победителя выбирало строго жюри. Ну а накануне – не только титул лучшего повара, но еще и ценные призы. И меня пригласили стать участником жюри и судить конкурсантов по приготовлению плова. Презентация будет, когда они уже будут готовое блюдо нам предоставлять. И более подробно рассказывать, что они делали, как они это делали, какие используют ингредиенты. И мы будем оценивать, что получилось. Несмотря на будний день, фестиваль привлек большое количество посетителей. Каждый желающий смог не только познакомиться с секретами готовки плова, но и попробовать его разные вариации. Лучшим, по мнению жюри, стал традиционный узбекский плов. Теперь организаторы планируют проводить такие мероприятия ежегодно. Алина Ореносова, Иван Саракаумов, Якутск. С завтрашнего дня стартует один из самых ожидаемых турниров по вольной борьбе в память Дмитрия Коркина. Ожидается, что на ковры Центра спортивной подготовки «Триумф» выйдут более 160 вольников из 14 стран и 12 регионов России. Победители разделят 8 миллионов рублей. За первое место борцы получат по 300 тысяч, за второе по 200 тысяч и за третье место по 100 тысяч рублей. Также деньгами будут поощрены и тренеры чемпионов. В первый день турнира 7 сентября пройдут предварительные поединки во всех 10 весовых категориях. На следующий день утешительные схватки и большой и малый финалы. Состав нашей команды, болельщики всей нашей республики знают. У нас есть лидеры, они будут участвовать. Виктор Расадин будет участвовать, Капрунов будет участвовать, братья Копыловы и так далее. У нас будет примерно почти 80 спортсменов участвовать. Поэтому все наши борцы, которые сейчас уже тренируются, будут участвовать на этом турнире. Ограничения на движение транспорта введут во время празднования Дня города в столице республики 9 сентября. Так, в этот день с 9 часов утра до полуночи по местному времени проезд будет перекрыт по набережной Романа Дмитриева на участке от перекрестка с улицы Хабарова до поворота на улицу 202 микрорайон. Во время праздничного салюта будет ограничено движение транспортных средств с 20.00 до полуночи на улицах Хабарова, Черяева, Богатырева, Богдана Чижика и Федора Попова. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова